Всем привет зрителям моего канала и любителям бимки. Это у нас вторая часть видео, где я рассказываю про моды. Если в первой части видео я рассказал вам про самые худшие сайты с модами для игры BIMG Drive, то, конечно же, правильно сделайте вторую часть, где я расскажу про самый лучший сайт с модами для игры BIMG Drive. Но если вы еще не посмотрели первую часть, то я вам советую начать именно с нее. Ссылку на первую часть я оставлю в описании, ну или можете кликнуть на подсказку в углу экрана. Ну и именно во второй части я расскажу вам про самый лучший сайт с модами для игры BIMG Drive. Опять же, это все по моему мнению. Очень важно посмотреть первую часть, потому что следующее, что я вам покажу, вот эти вот рисунки, они будут для многих непонятны. Но те, кто посмотрел первую часть, они прекрасно все понимают, что здесь нарисовано и что вообще здесь происходит. Если в двух словах, то это два мира. Один мир помечен красным крестиком, но второй мир это как раз-таки зеленая галочка. Если в первой части мы с вами полностью разобрали мир, который помечен крестиком красным, то именно во второй части мы как раз-таки будем разбираться с этой зеленой галочкой. И здесь уже немного, как вы можете заметить, расписано, разрисовано, потому что мне надо было сделать небольшое вступление, чтобы люди вообще понимали, о чем идет речь. И поэтому уже даже в первой части я сказал то, что самый лучший сайт, но это конечно же сайт, который представлен самой игрой. Все, что вам нужно, это в браузере вбить название игры, ну и найти их официальный сайт. Далее сверху вы найдете вот такую вот вкладку комьюнити. Вы на нее нажимаете и видите здесь еще одну вкладку, которая называется модс. Давайте на нее нажмем и смотрите, мы переходим вот на такую вот страницу. Для лучшего использования лучше всего скачать и какой-нибудь перевозчик, потому что русского языка здесь нету. Это вам очень сильно поможет, чтобы хотя бы немножко ориентироваться здесь и понимать, что куда нажимать. Ну и как по мне, этот данный сайт является самым лучшим сайтом, где вы можете скачать как раз-таки те самые моды для игры BIMG Drive. Самый главный минус этого сайта лишь только в том, что здесь вы не сможете найти те самые привычные машины для вас. А то есть те самые BMW, Мерседесы, ну и так далее. Но есть одно но, о котором я также говорил в первой части. Можно найти абсолютно похожие машины на те самые, которые являются известными. Вот вам, к примеру, подобие какого-то Гольфа, ну или Мерседеса. Но в остальном у данного сайта лишь только одни плюсы. Здесь вы явно ничего не найдете за деньги, потому что здесь никто не хочет заработать. Авторы модов лишь только оставляют ссылки на то, чтобы вы смогли их поддержать, а то есть закинуть какой-то небольшой донат. Вот, самое главное и важное то, что здесь вы не найдете какого-то определенно, наверное, шлака. Но опять же, возможно, какой-то маленький процентик, ну как без ошибок. Без ошибок, конечно же, никуда и, возможно, есть такая вероятность, что может попасться, ну что-то не особо интересное. Но в основном все моды проходят модерацию. То есть я создал этот мод, я его отправляю куда-то здесь закидываю, то есть я его хочу как-то добавить. После чего проходит какое-то определенное время, и то есть сидит какой-то модератор и все эти моды проверяет, как-то одобряет. Ну то есть здесь абсолютно какую-то ерунду не пропускают. Потому что разработчики несут якобы за это ответственность. То есть здесь официальная страница игры BIMG Drive, и кто-то выкидывать какой-то шлак, ну абсолютно точно явно не хочет. Потому что это, конечно же, негативно свяжется, ну, с самой игрой. Что касается отзывов и звездочек. Здесь, ну опять же, явно никто не будет ничего накручивать, потому что здесь нету никакой цели заработать. Если мод реально он очень хороший, то люди будут его скачивать, как-то продвигать между собой, делиться этим модом, закидывать какие-то паблики, поддерживать мод. Конечно же, из всего этого, у этого мода будут появляться намного больше звездочек, намного больше скачиваний. Ну и когда вы начинаете сидеть на сайте, пролистывать все вот эти вот моды, вы начинаете обращать свое внимание также и на звездочки. Чем больше звездочек, ну опять же, ни для кого не секрет, тем явно мод очень хорошего качества. Наверняка, даже если вы не смотрели первую часть, то вы все равно знакомы с теми сайтами, откуда вы скачиваете те самые моды. И как я говорил уже в первой своей части, то что у тех сайтов, у них есть только одна цель. Привлечь как можно больше других пользователей, чтобы посетили сайт и скачали те самые моды. Все эти сайты, даже большую часть модов берут именно отсюда. Все эти сайты, они очень много воруют модов как раз таки с этой страницы. К примеру, за день может здесь появиться 10 новых модов. Два мода из 8 будут более успешными и будут иметь много скачиваний. Конечно же, сайты не будут добавлять те самые моды, которые скачало, ну к примеру, там 10 человек. Конечно же, их цель добавить те самые моды, которые скачало 10 тысяч человек, потому что, ну они популярны. И именно с этой страницы они воруют те самые моды и добавляют к себе на сайты. Поэтому очень часто на сайтах вы можете встретить вот эти вот моды, которые находятся как раз таки в самой игре. Но в самой игре эти моды можно установить просто одним нажатием. А с сайта вам придется скачивать файл, непонятно куда его закидывать. Если кто-то не знал, то все эти моды отображаются как раз таки в игре. Как только вы загружаете игру Beaming Drive, вы появляетесь вот в таком вот главном меню. Возможно, у вас будет немножко другой задний фон, потому что я уже прогрузился на карте. А у вас как раз таки там будут какие-то картинки меняться, но это не суть. Среди всех вот этих вот кнопок у вас будет вот такая вот кнопка репозиторий. Но на ютубе мне попадались такие комментарии, люди писали то, что у них вообще нету репозитория. Если честно, я даже не понимаю, как это вообще, как его нету. Или это прям какие-то доисторические первые версии игры, или просто я не знаю. Ну вот я нашел фишку, то что если зайти в настройки... Далее вам нужно перейти в прочее. Есть вот такая вот здесь галочка, то есть вот такая вот сетевые функции. Вы можете включить или отключить сетевые функции. Короче, вам нужно просто здесь поставить галочку, чтобы у вас были включены сетевые функции. Возможно, за счет этого у вас и не было репозитория. Но по сути, этот репозиторий должен быть абсолютно у всех. И главное, что вам надо, это просто наличие интернета. И далее вы можете нажать на репозиторий. Ну или просто вверху можно найти вот такую вот вкладку модификации. Это все одно и то же. Поэтому давайте-ка просто нажмем на репозиторий и смотрите-ка, хоп, здесь перекинуло в модификации и загружается вот такая вот страница. По сути, это точно такая же страница с модами, как и на официальном сайте. Но только эта страница находится внутри игры и это очень удобно. Могут быть только какие-то задержки, потому что, ну, конечно же, на сайте эти моды появляются намного быстрее. Но в игре они появляются через какое-то определенное время. Но опять же, там не надо ждать месяц, день, два, ну, через буквально пару часиков они обновятся в самой игре. Еще хочу сделать небольшую пометку, то что нету вообще разницы, пиратка это или купленная версия. Везде моды доступны, репозиторий доступен абсолютно везде, главное наличие интернета. И, к примеру, я сейчас нахожусь в игре, как раз-таки в этом репозитории, и давайте-ка вот посмотрим. Я хочу вот, допустим, я выбираю вот этот вот мод, все. Он у меня прогружается. В чем вообще минус? Минус только в том, что все на английском языке. Если для тебя это перевести нетрудно, то ты вполне можешь понять, о чем вообще идет здесь речь. К примеру, если я в английском не особо силен, то я просто перехожу на официальный сайт. И именно на этом официальном сайте я начинаю искать тот же самый мод. Вот я его нашел, я на него нажимаю, и у меня открывается точно такая же менюшка. То есть вот ссылка на видос, я могу нажать и посмотреть вообще на это видео, что там вообще за мод. И все то же самое описание как раз-таки находится внутри игры. К примеру, вы прочитали описание, понимаете вообще, что это за мод, и он вам понравился. Все, что вам остается сделать, это нажать вот на эту вот оранжевую кнопку подписаться. Давайте-ка это и сделаем. Я нажимаю на кнопку, и смотрите-ка, оп, у нас получается начинается загрузка. Все, очень быстро этот мод скачался. И теперь вам не нужно ничего перезагружать, никуда не выходить. Вы просто, смотрите. Ну вы понимаете вообще, что вы скачали. Допустим, здесь даже написано модификации, модификации. И получается, вам нужно найти вот такую вот зелененькую машинку. Я знаю, где она находится, поэтому я нажимаю на автомобили. Но далее я начинаю искать именно ту машину, и я понимаю примерно, где она должна находиться. Вот именно вот эта вот машина, мы сюда заходим. И вот, как раз-таки вот эта зеленая машинка, которую мы с вами вот сейчас установили. Мы просто на нее нажимаем, и она у нас прогружается и появляется на карте. Ну и вот он тот самый мод, который мы с вами установили прям, ну очень быстро. И нам не надо было брать какие-то папки, закидывать их куда-то в игру. Мы просто нажали на одну клавишу, подождали, пока пройдет загрузка. И все, теперь мы можем очень спокойно гонять на этой машинке, и веселиться, и проводить как-то время. Таким же легким способом устанавливаются даже карты. То есть вы нажали на одну кнопку, у вас прошла загрузка, и все, карта теперь у вас в игре. К примеру, каким образом я ищу те самые прикольные моды, которые я хочу установить в игру. Конечно же, я перемещаюсь на сайт игры Biming Drive, и захожу в те самые моды. Далее с помощью переводчика у меня переводится моя страница, чтобы я хотя бы мог понимать вообще, что это за мод, о чем идет речь. Ну а дальше я начинаю просматривать. Опять же, есть звездочки, есть на что обращать внимание, есть название этого мода. К примеру, я немножко порылся в модах, и меня заинтересовал вот такой вот мод. Можно посмотреть на количество вообще загрузок, подписок и на его рейтинг. Допустим, у этого мода рейтинг 41. По сравнению с другими оценками других модов, которые вы сейчас видите на странице, 41 это вполне довольно-таки хороший рейтинг. Плюс к тому же у него, ну, довольно-таки много скачиваний, подписок. Это уже как минимум означает то, что мод заинтересовал людей. Поэтому давайте-ка на него нажмем и посмотрим, что он из себя представляет. И сразу же нас встречает описание мода. То есть автор, который создал этот мод, сделал вот такое вот описание, полностью описал, что вообще находится в этом моде. Опять же, как я уже говорил, то есть моды здесь все бесплатные, но при этом авторы оставляют ссылки на какие-то страницы, чтобы можно было немножечко ему задонатить. Также автор мода пишет то, что нам предстоит еще много работы, пожалуйста, пожелайте мне терпения. То есть он говорит о том, что этот мод, он не является каким-то, знаете, пустышкой. То есть которую создали, выкинули, и он теперь все, пошел в свое плавание, он остается где-то там непонятно где. А сам автор говорит то, что этим модом он будет заниматься, то есть у этого мода будут еще какие-то новые версии, новые усовершенствования. И из всего этого возникает еще один плюс. Нам этот мод понравился, мы его установили, но этот мод продолжает как-то усовершенствоваться, и получается у него выходит еще следующая новая версия. Как только будет доступна новая версия, мы это можем проверить в самой игре. Для этого мы переходим в модификации, диспетчер модификации, и здесь есть вот такая вот вкладка обновить все модификации. Ну и после того, как вы нажмете на эту кнопку, абсолютно все моды, у которых вышла новая версия, они автоматически станут обновляться. Как по мне, это очень удобно и определенно имеет свой плюс. Но далее в конце можно увидеть скриншоты как раз-таки этого мода. Ну и здесь можно понять то, что мод добавляет вот такую вот военную машину. И далее мы делаем вывод, то что мод нам понравился, и мы хотим покататься на нем в игре. Но на данный момент мы находимся вообще-то в браузере, а не в самой игре, и как нам поступить дальше? Ну а далее в самом верху есть вот такие вот три кнопки. К примеру, я не знаю, работает ли это, если не запускать игру, но допустим у меня сейчас игра запущена. Вот она здесь находится, можно даже вообще выйти из этих модов. То есть я прогрузился на карте, и все. Далее я перехожу в ту самую вкладку, где у меня открыт мод. И теперь здесь есть такая кнопка «Посмотреть в игре». Вы на нее нажимаете, и здесь у вас выскакивает вот такая вот штучка. Здесь вы нажимаете «Открыть приложение, BeamNG Drive». Проходит такая вот небольшая загрузка, и смотрим, что у нас получилось. Мы просто нажимаем на значок игры, и опа, что такое случилось у нас? А у нас случилось то, что модификация сама открылась. И на своем экране вы можете заметить тот самый мод, который мы совсем недавно смотрели как раз-таки в браузере. Вот, вниз листаю, листаю, вот это описание, и далее идут вот такие вот скриншоты этого мода. И теперь все, что нам остается, это просто одним нажатием нажать на клавишу «Подписаться», и мод будет устанавливаться в игру. Ну, а также давайте-ка вернемся назад на сайт, и здесь есть еще одна третья кнопка, и это «Скачать сейчас». То есть, если мы нажмем «Скачать сейчас», то у нас начнется загрузка, и мы просто скачаем вот этот вот мод якобы на свой комп. Ну, а далее с помощью такого же способа, как и с сайтов, мы скачиваем моды, мы берем этот мод и перекидываем в папку с игрой. И опять же, не забывайте о том, что в конце каждой страницы находятся отзывы, и отзывы реальных людей, которые ставят те самые звездочки и пишут какие-то комментарии по поводу мода. Думаю, то, что с более подробной установкой модов видео будет немножко чуть попозже. Сама основная цель второй части, это как раз-таки рассказать о том, какой сайт самый лучший с модами. И опять же, повторюсь то, что это именно мое мнение, и по моему мнению, самый лучший сайт, это как раз-таки сайт, представленный игрой. Самый главный минус этого сайта лишь только в том, что здесь нету тех самых привычных для вас автомобилей, по типу Audi, BMW, ну и так далее. Думаю, то, что на главную тему второй части, о том, какой сайт самый лучший с модами для игры BMG Drive, я на него ответил. Ну, а в третьей части мы поговорим с вами на тему того, какие вообще бывают виды модов. Окунемся во все это более подробно, то есть я научу вас, где вообще искать моды с картами, где искать моды с машинами. Короче говоря, чтобы вы могли хотя бы относительно ориентироваться на этом сайте, и понимать, куда вообще вам нужно лезть, чтобы найти что-то определенное. Надеюсь, то, что я для вас рассказываю, будет для вас полезным. Ну, а я отправляюсь записывать третью часть видео. Продолжение следует... Продолжение следует...